Субтитры делал DimaTorzok Уже традицией заведено рассказывать вам, дорогие учащиеся, дорогие родители, мамы, папы, бабушки, дедушки о том, какие учебные заведения есть у нас в городе, чтобы было, может быть, из чего вам выбрать. Может быть, вы сейчас находитесь как раз-таки на таком распутье, куда пойти учиться, куда отдать своего ребенка в следующем учебном году. Сегодня на ваши вопросы мы будем отвечать, рассказывать. У нас сегодня интересные гости, которые, я думаю, смогут что-то интересное до вас донести. Ну а если будут у вас какие-то, может быть, вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Лицей классический сегодня представлен у нас в первой части эфира директором. Итак, давайте знакомиться. С нами здесь Александр Ефимович Титов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, жаркая пора. Многие сдают экзамены, кто-то уже думает, куда им направиться. Это, если говорить про высшее учебное заведение. Ну, у мамы, папы, выпускников четвертых, третьих классов тоже пора жаркая. Куда своего ребенка отдать дальше учиться? И, наверное, хочется вас попросить рассказать про ваш лицей, потому что лицей все-таки носит гордое звание, классический. Что за учреждение у вас, пожалуйста? Ну, наверное, начать нужно совсем уж с дальней истории, потому что учебному заведению с одной стороны вроде бы и не очень много лет, С другой стороны, для учебного заведения тоже достаточно много, потому что лицей был образован в 1991 году. Мы уже успели отметить 20-летие, ну, так вот уже осталось немножечко и до 25-летия. Ну, для учебного заведения это достаточно много. В свое время, в 91-м году, лицей открывался как базовое учреждение медицинского института, Самарского медицинского института. И вот в течение этого времени мы, в общем-то, по сути, свой профиль так и не меняли, потому что основное направление – это естественные науки. Это химия, это биология. Ну, и, соответственно, мы детей готовим именно по этому направлению. Хотя они, конечно, вольно выбирать то, что им больше нравится. Конечно, конечно, это зависит от них. Мы в данном случае только даем соответствующую подготовку. Хочу сказать, что интересно здание, в котором мы располагаемся, оно находится на улице Владимирской. Совсем старое, древнее двухэтажное здание, построенное в 1911 году. С историей. С историей, да. Самое интересное, что это здание всегда было образовательным учреждением. Так и задумывалось. Да, да. Там была женская гимназия, там была начальная школа, там была семилетка, восьмилетка, ну и так далее. Дух такой витает. Да, да. И вот с 1991 года лицей. Ну, непростое время, да, 90-е годы. Но, тем не менее, уже за 20 лет наверняка что-то изменилось. И педагоги, которые вы наверняка набираете, тоже люди непростые, тоже те, с кем приятно работать, с кем можно, кому можно доверить детей. Расскажите про своих педагогов. Ну, у нас, просто хочу сразу сказать, чтобы было понятно, что учебное заведение у нас, как бы, так сказать, не массовая школа, не подточное производство. Потому что максимально у нас 200 человек обучается, поэтому у нас все друг друга знают. И учителя, и ученики. Это одна сторона, поэтому учителей, это всего 15 человек. Соответственно, это люди, которые всегда на виду, которые всегда на переднем крае, которые всегда у станка. Ну, так вот. А есть те, кто с самого основания работает? Вот на сегодняшний день уже нет, к сожалению, нет. Но мы о них помним, мы их вспоминаем, приглашаем на наши мероприятия. То есть, ну, чаще всего это в силу возраста. Ну, кто-то искал там другое учебное заведение, которое более подходящее. Но основной коллектив – это те, кто уже работает давно-давно. То есть, у нас редко меняют место работы. Ну, а чем же все-таки, вот, может быть, не все знают, отличается лицей именно от школы? Ведь это много, наверняка, каких-то знаковых факторов отличия. Лицей. Ну, разница, конечно же, есть. Я не случайно вам сказал о том, что всего 200 человек, и, ну, переводить на русский язык, это значит, что скрыться никому невозможно. Все на виду. Нет, невозможно. Я знаю всех своих учеников, знаю их родителей, зачастую и бабушек с дедушками тоже. Ну, как-то так. Довелось и завелось. Да, да. Это одна сторона. Ну, могу точно вам сказать, что у нас существует определенная атмосфера, которая, ну, конечно, это не массовая школа, это совершенно очевидно. Ну, это одна сторона, это то, что связано с тем, что вот, как мы живем. Самое главное, я так думаю, не это, а самое главное, это то, что, ну, вот, начиная с 91-го года, у нас нет ни одного выпускника, кто не поступил в ВУЗ. Вы следите за судьбой, да, своих выпускников? Конечно. Мы практически знаем обо всех, кто закончил, кто где учится, как учится. Ну, как же, это результат нашей работы. А нет ли случайно среди ваших выпускников тех, кто вернулся к вам в школу работать? Ну, вот, на сегодняшний день, к сожалению, вот так напрямую нет, но... Так или иначе взаимодействуют. Есть выпускники, которые отучились уже в медуниверситете, закончили, ну, вот, есть вот даже занятия ведут уже с нашими детьми. Практически, наверное. Да, вот, на кафедре анатомии мой ученик работает, вот он с ними занимается, с девятиклассниками анатомии, на самом деле, в морфологическом корпусе медуниверситета. То есть, непосредственно на производстве, так скажем. Да, так, как есть, на самом деле, да. Ну, а может быть, есть какая-то у вас образовательная программа, которой вы следуете? Может быть, есть какое-то вот именно направление? Мы выяснили, что это, да, медицина в большей степени, биология, химия, то, что пригодится при поступлении. А вот, может быть, еще какие-то есть направления науки? Ну, кроме того, что учеба, в общем-то, у них достаточно много приложений своих сил, потому что, ну, я могу сказать, что у нас практически каждый второй, ну, это статистика, если уже говорить, каждый второй занимается либо наукой, либо участвует в олимпиадах. Ну, то есть, здесь, кроме непосредственной учебы, занимается и другими делами. И именно связанными, там, скажем, со своей дальнейшей профессией, своим выбором дальнейшим. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, задавайте свои вопросы. Сегодня у нас в студии директор лицея «Классический». Может быть, есть какие-то вопросы у вас, родители? Задавайте, не стесняйтесь. Может быть, вы выпускник или учащийся, и сейчас видите нас на своих экранах. Звоните, интересно услышите, может быть, ваши какие-то добрые слова, пожелания, воспоминания. Почему нет? Это всегда очень приятно, и нам будет, мне кажется, очень интересно это все выслушать. Звоните, 202-11-22. У нас здесь на столе лежат, ну, удивительная, тяжелая, большая, красивая. Это почетный диплом, это в красивой синей папке и вот такая вот статуэтка. Расскажите, чему это посвящено и за что получили такие приятные, весомые награды? Ну, в общем-то, это уже вторая наша награда, потому что два года назад аналогичный диплом с почетным знаком я получал в Москве в администрации президента. Да, ситуация была такая достаточно для нас интересная, потому что это был год, когда из одного класса, из одного класса у нас было 80 бальников. Ого, вот это действительно, вот это просто вырвалось у меня, это здорово. Ну, да. Ну, ситуация была такая достаточно сложная, потому что все эти работы, ребят, это были предметы, которые как-то особо выпускники не выбирают. Это химия и биология, они, в общем, достаточно сложные. Ну, сложные, конечно. Их почти на полмесяца забирали в Москву работу, перепроверяли, потому что не поверили. Не верили. Ну, надо же. Вот, после этого вот мы, соответственно, были приглашены и нам вручили вот первый почетный диплом такого плана. Были отмечены такие. Да, да. Ну, поскольку мы стараемся каким-то образом поддерживать свой имидж, статус, вот в этом году, 28 числа, мне вручили вот уже второй такой почетный диплом. Так, я так понимаю, что стобальников в этом году будет еще больше. Угу. Будем надеяться. Будем надеяться. Фотографии тоже есть у нас, как раз-таки, я так поняла, с обсуждения, с церемонии награждения. Давайте посмотрим. Расскажите, где это проходило, где это было именно вот топ-100. Мне кажется, что здорово и почетно присутствовать при таком мероприятии. Ну, это проходило в президент-отеле в Москве, управление делами президента. Вот это такой достаточно шикарный зал, в котором все это происходило. Ну, вот, видите, Ирина Мирошниченко, это одна из соучредителей этого фонда. Это вот летчик-космонавт Волынов, дважды герой Советского Союза. Это вот ваш покорный слуга. Получается. Очень приятно в таком обществе находиться. Там не только образование, это топ-100 лучших инновационных и учреждений, и из образования, это различные фирмы. Ну, там достаточно много людей, как вы видите, было. То есть некий такой рейтинг, да? Да, да. Они отслеживают результаты, которые достигаются там теми или иными учреждениями, организациями и так далее. Вот по результатам, соответственно, награждения. Ну, вот вы, как директор, вам приятно было поехать и получить такие награды? Конечно. Где теперь будет эта грамота находиться? Ну, у нас есть место, где мы выставляем все наши достижения. Все это можно увидеть. У нас есть место, соответственно, в фойе, где можно посмотреть на все это. Вот, следующий будет вот этот. Это очень приятно, мне кажется. Друзья, задавайте свои вопросы, звоните, не стесняйтесь. Ждем. 202-11-22. Но кроме диплома и знака, и есть у нас еще кое-что, очень, мне кажется, интересное на столе. Это то, что, наверное, отражает творческую сущность лицеистов. Лицеисты, известные нам литературой виды, и просто люди, как раз-таки, причастные к литературе, всегда ассоциировались с чем-то творческим, с написанием каких-то, может быть, стихов, произведений и так далее. Вестник лицеиста, как я выяснила, уже второй год хорошо так выходит, выступает как раз-таки силами учащихся. Расскажите, пожалуйста, кому пришла такая идея в голову, и что, собственно, можно найти на страницах этого вестника? Ну да, действительно, это было два года назад, это была инициатива ребят. Но это было связано с тем, что достаточно часто много ребят ездят и по стране, и за рубеж, и по Самарской области. И мы всегда приветствуем, когда они готовят какой-то, ну, я не знаю, творческий отчет. Что они видели, где они были. Фотографии, какие-то заметки. Что натворили. Что натворили, особенно интересно. У нас в фойе висит телевизор достаточно большой, где вот они показывают свои ролики, которые снимают, сами же редактируют, там делают каким-то образом вот такие отчеты. Это были какие-то газеты. Но потом пришла идея выпускать что-то такое вот как-то более-менее оформленное. Что в руках подержать можно. Ну да. Появился редколлегия, появились фотокорреспонденты, появились просто корреспонденты, появились просто желающие каким-то образом отметиться. Вот и у нас стала такой хорошей традицией ежемесячный выход. Вот то, что у вас сейчас в руках, это выход. К 70-летию победы. Да, это к победе. Да, друзья, здесь есть все, что, мне кажется, смогли своими силами ребята собрать. И какие-то интервью, и личные переживания, и даже стихотворения. И, собственно, я думаю, что у каждого учебного заведения должно быть что-то подобное. Ну, по крайней мере, на память так точно. А кто главный редактор? Не вы случайно редактируете? То есть ребята сами все делают, да? Нет, они сами все делают. В принципе. Ну, поначалу это было, конечно, ну, скажем прямо, не очень презентабельно. Ну, все с малого начинают. Да, ну, тем не менее. Вот они научились редактировать, они научились верстку делать, да. Они научились подбирать и цвета, и форматы, и как-то вот. То есть это становится потихонечку таким вот достаточно внятным изданием. Тоже потом можно на какой-нибудь конкурс отправлять? Ну, почему же нет? Конечно, конечно. То есть ролики они уже снимают, сами монтируют, газеты выпускают. Мы же на телевидении. Мы сегодня еще увидим ролики частично, потому что это, на самом деле, они сами делали полностью. И там есть и текст, и музыка, и все остальное. Но это не очень простая работа, на самом деле. Ну, хочется, наверное, спросить о структуре вашего лицея. С какого класса вы берете, и вообще можно ли как-то уже сейчас суетиться родителям и думать о том, о будущем своих детей? Расскажите вот немножко об этом. Ну, на сегодняшний день мы начинаем работать с пятого класса. У нас нет начальной школы. К сожалению, у нас для этого просто нет места. Мы начинаем работать с пятого класса. Набор мы производим в пятый и частично в десятый класс. Но в остальные классы в зависимости от того, есть ли вакантные места. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Нас интересуют внятные дети, которые, ну, хотят чего-то добиться. Не просто, а сидеть за паром. Нет, они должны быть совершенно конкретно ориентированы на учебу. Но, то есть, это первое условие. Оно, пожалуй, самое главное. И если просто провести время, то это не к нам. Хотя ребята занимаются много чем, как вы видите. Творчеством в том числе. Да. У нас есть совершенно прекрасные дети, которые пишут стихи, которые пишут музыкой, занимаются музыкой. Есть танцоры, есть спортсмены. Практически ограничений нет никаких. Ну, а сколько классов, получается, у вас в параллелях? Ну, у нас нет параллелей как таковых. У нас по одному классу всего. Я же вам сказал, что у нас где-то максимальное количество детей 200 человек. Мы больше не помещаемся. То есть, получается, что просто по одному классу. Да, по одному классу. В принципе, как бы, конкурсный какой-то набор, вот кроме хороших оценок и желаний, какие-то прилагаются досье. Даже хорошие оценки для меня, вообще говоря, это, наверное, не самый главный показатель. Потому что я обязательно беседую с каждым. То есть, вы разговариваете. С каждым, да, кто приходит. С родителями, естественно. То есть, мы должны определиться, что мы хотим в конечном итоге получить. Потому что без этого иначе просто это не имеет смысла. Пустое потраченное время, силы. Я не вижу в этом смысла. Мы должны заключить определенное соглашение с четко прописанным результатом. Ребенок должен по окончании поступить в тот вуз, в который он хочет. Вообще говоря, вот так. То есть, после девятого класса вы частично тоже принимаете? Ну да, если там будут места. Потому что, ну, появляются дети, которые делают выбор какой-то другой. Не это направление. Это их выбор. Если появляются места, мы, соответственно, делаем добор. В какое время лучше этим озаботиться? Сейчас или ближе? Ну, вообще говоря, сейчас уже родители заявляются. Потому что надо, по крайней мере, для начала заявиться, что вы претендуете на какое-то место. Мы должны каким-то образом это спланировать. Вот 1 июня у нас уже начнется набор в пятый класс. Десятый класс чуть попозже, потому что они сдают экзаменами. Это уже после 15 числа, июня. В принципе, те, кто уже хочет, я думаю, они уже задумались и уже, в принципе, ждут. Ну, у нас достаточно много желающих. У нас каждый год достаточно серьезный конкурс. Вот в прошлом году было 2,5 человека на место. Как вы лучше его за страной. И это очень, мне кажется, так почетно и достойно такого статуса достичь. Но мы говорили о том, что вы общаетесь с вашими потенциальными учащимися. И хотите понять, чего хотите от них, чего они сами хотят. Но вот если говорить о дальнейших, допустим, перспективах каких-то развития вашего лицея, что-то новое, может быть, что-то... Ну, нанотехнологии, это понятно, это хочется. Ну, а что-то такого интересного для себя, для ребят? Ну, я могу сказать, что у нас достаточно давно мы вынашиваем мысль. И я думаю, что в обозримом будущем, кроме направления, связанного с химией и биологией, мы все-таки будем открывать направления, связанные с математикой, с физикой, с информационными технологиями. Поскольку, ну, где-то там к десятому классу ребята начинают понимать, что вот их интересует больше вот это. Ну, и нам не хотелось бы их терять. Ну, и они как-то не особо хотят уходить. Ну, будем думать, как это сделать. Возможно, вот в самом ближайшем будущем. Ну, мы, кстати, говорили о том, что ребята не только занимаются наукой, активно участвуют в каких-то научных конференциях, олимпиадах и так далее, но они еще и творческие. И вот уже Александр Фимович сказал, что мы будем в ближайшее время смотреть видеоклип. Такую видеонарезку из фотографий. И музыка там авторская. И стихи тоже написаны ребятами. Я предлагаю сейчас это посмотреть. А потом в нашей студии появятся сами лицеисты. И если, может быть, у вас к этому времени возникнут какие-то вопросы, звоните, задавайте. Мы будем рады на них ответить. Смотрим клип и возвращаемся в студию. Хоть и не с самого детства, но уже довольно долго знаю я их. Имена, их лица, их голоса. Привычно видеть их с собой рядом, слышать их и жить. Знаешь, что есть у тебя, они тебя им не забыли. Прошли немало дорог, прошли дожди, а мы боковок продолжали идти. Навстречу нашему пути, и ничто нас не собьет с него. Помогут друзья, а ступится один из вас, как вы руку подам и я. Нам говорили многие, что мы и не разлил вода. Были ссоры, были споры, разногласия порой. Но даже так через обиды, а не для меня. До сих пор и навсегда все мои лучшие друзья. Я знаю, как себя, мы похожи, но не только цветом кожи. Нету ничего дороже в мире близких людей. Мне помогает стать сильней. Мои друзья, они со мной рядом, так же, как и с ними рядом. Я, это мои друзья, они со мной рядом всегда. Это мои друзья, аж им доверяю я. Это мои друзья, и каждому из них я благодарен, что есть у меня, они и я у них. Я, это мои друзья, они со мной рядом всегда. Это мои друзья, аж им доверяю я. Это мои друзья, и каждому из них я благодарен, что есть у меня, они и я у них. Я их немного знаю, но, наверное, так суждено Должно быть, ну а за плечами Не один год вместе, значит давно Одной стеной нерушимой Как один за всех, так всех за одного Как бы ни было там тяжело Нам повезло всем обидам на зло Число наших идей растет и наше время идет Но кто еще так назовет у тебя другом Как не мы, твои лучшие друзья Среди которых и я, друзья Я посвящаю тему тем, кто всегда со мной Я посвящаю ее своим друзьям Ее куплеты пацанам, что не кидает И не забывает, помогает в трудные минуты И они об этом знают Эти строки тем, кто держит свое слово Кто знает ему цену, кто рядом по-любому И по жизни всегда, кто не отступит никогда назад У человека, которого я называю брат Это мои друзья, они со мной рядом всегда Это мои друзья, лишь им доверяю я Это мои друзья, каждому из них я благодарен Что есть у меня, они и я у них Это мои друзья, они со мной рядом всегда Это мои друзья, лишь им доверяю я Это мои друзья, каждому из них я благодарен Что есть у меня, они и я у них Это мои друзья, что вместе со мной выбрали свободу Сквозь годы время, но все же идем одной дорогой Их немного знаю лица, их считаю всех по пальцам на одной руке И большего не надо мне Временем проверены, улицы воспитаны Те, кому я верен и уверен, что спина прикрыта лучшими друзьями Что готовы для меня на все прикроют и подставят Не жалея себя на сто процентов Стоит только позвонить, и они тут стоят дороже Золото каждый из них И потому он друг, слово и четыре буквы Но как много значит, не в деньгах богатства знаю Меня делают друзья богаче Поднимите руки, друзья, и вместе с вами я Эти куплеты тем и всем тем, с кем я Рядом по жизни с верой прибавляй к ней Тех людей, с которыми дружба нас делает Крепчится пей Это мои друзья, они со мной рядом всегда Это мои друзья, лишь им доверяю я Это мои друзья, каждому из них я благодарен Что есть у меня, они и я у них Это мои друзья, они со мной рядом всегда Это мои друзья, лишь им доверяю я Это мои друзья, каждому из них я благодарен Что есть у меня, они и я у них Это мои друзья Это мои друзья. К созданию этого видео. Расскажи, что на видео, что за традиция выезжать у вас куда-то, я так поняла, в базу «Салюта». Что вы там делали? Пожалуйста. У нас уже давно сложилась традиция, уже лет пять, наверное. В феврале мы выезжаем в «Салют», в лагерь на день с ночевкой. Различные спортивные игры, конкурсы. Зачем это посвящено? Какая-то дата событий или просто? Просто после Нового года выезжаем. День здоровья. День здоровья, да. Так называемые зимние олимпийские игры, так. Ну и после, по приезду мы делаем фильм из различных видеонарезок, из фотографий, музыку накладываем. Получается такое. Самодеятельное видео такое. Куда-нибудь выкладываете, наверное, в социальные сети. Набираете миллионы просмотров. Это здорово. Это на сайте, кстати, можно будет увидеть. Ну, кстати, да. На сайте выкладываем еще. По поводу сайта я хотела еще сказать, что очень у вас он такой объективный, интересно наполненный. То есть, в принципе, не просто страничка, как у многих, да, допустим, а там и фото, и видео, и истории. Так что, друзья, если есть какие-то вопросы, там можно найти на них ответы. Но я хотела все-таки у наших лицеистов спросить. Эдуард, с пятого класса. То есть, ты, в принципе, тот самый, с которым была проведена беседа, и было понятно, чего ты хочешь. Расскажи немножко о себе, чего ты хотела, и изменилось ли твое желание по истечении какого-то времени? Ну, с самого начала я как бы собирался в медицинский университет. Вот. И вот шесть лет я уже учусь, и это желание только растет, потому что различные дополнительные занятия, такие как курсы анатомии, вот были в девятом классе на базе медицинского университета. Ну и как? Ну, впечатляет. Еще бы. Так. Потом, вот в десятом классе у нас сейчас медицинское дело в колледже имени Ляпина. Латинский язык. То, что, в принципе, тебе пригодится именно для поступления. Ты собираешься в наш самарский медицинский поступать. Уже выбыл какое-то направление? Ну, пока не совсем. Думаешь, пока думаешь. Ну, на лечебной факультете. Понятно, но ты можешь уже с уверенностью сказать, например, что твои знания именно на базе лицея, они лучше, допустим, уже как бы гораздо выше, чем, допустим, те, кто просто учится в школе и готовится там как-то дополнительно. Ну, могу. И ты, в принципе, наверняка, и твои родители именно на это уповали и делали ставку, что вот тебя подтянут, как-то так сделают. Целенаправленно шли. Здорово. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. А вы, пожалуйста, скажите, сколько стоит обучение вашим медицинским? Спасибо большое. У нас муниципальный образовательный учреждений. Так. У нас не частная школа. Так. А это значит, что ничего не стоит образование. Именно такое. Главное было бы желание, и главное, как говорится, чтобы ребенок, я так понимаю, и родители, да, выбрали... Были совершенно четко ориентированы. Да. На результат в первую очередь. И все сложилось, да, как пазл такой. Конечно. Лизавета, расскажи немножко ты про себя. Ты с девятого класса учишься. Нет, я с десятого. С десятого. Я задумалась еще перейти в лицей в девятом классе. Мне об этом лицей рассказала девушка, которая училась в лицее. Меня это очень заинтересовало. И когда я перешла, я ничуть не пожалела об этом. Я сразу почувствовала объем знаний, которые дает лицей по биологии, по химии, потому что я хотела, я целенаправленно шла, я хочу в мед. Биология и химия у нас действительно сильны. Если ребенок хочет идти в мед, мне кажется, наш лицей дает все возможности для этого. Немаловажный факт, что после десятого класса у нас была практика в клиниках мед. университета. Даже так? Да. То есть мы увидели изнутри, даже побывали на некоторых операциях настоящих. Это многого стоит. Многие только укрепили свое желание. А кто-нибудь передумал у вас? Были те, кто испугался и понял, что это? Да. Но это выбор каждого. Это выбор каждого. То есть люди понимали, что это не их. Это тоже очень важно. Это надо тоже вовремя осознать и уйти. Но сейчас все уже до победного конца. Ну да, осталось-то всего ничего. Кто-то в этом году сдает уже ЕГЭ. Готовитесь? Да, конечно, конечно. На 100 баллов, я надеюсь? Я тоже надеюсь. То это как бы уровень-то надо поддерживать, чтобы уже, по крайней мере, человек 15-то в этом году точно набрали. Ну, это уже слишком. Да, ну почему? Искренне вам этого желаю. Спасибо. Я понимаю, что как бы у вас достаточно доверительная такая атмосфера в учреждении, что, в принципе, педагоги всех знают, родители знают. То есть мне кажется, что и за советом обратиться, за помощью, если кто-то отстает, да, если вдруг какие-то проблемы есть, наверняка как-то можете помочь? Конечно, да. Конечно. Ну, в этом плане я могу сказать, что, ну, первый помощник, это, конечно, классный руководитель. Это в первую очередь. Но при всем при том, и у нас еще не было проблемы, чтобы учитель кому-то отказал в помощи или что-то, такого не бывает. Совершенно нереально. Другое дело, что, ну, вообще процесс обучения, никто никогда никому не обещал, что это будет легко и весело. Это невозможно изначально. Учиться, конечно. И просто, скажем, даже тот какой-то кратковременный неуспех, его надо в первую очередь рассматривать как повод для того, чтобы что-то изменить. Задуматься. Да, конечно, задуматься-то, сделать какие-то выводы и, скажем, достичь того результата, который ты хочешь. То есть, вообще-то, это вот так. Это не повод для плача, там, слез, страданий, переживаний. Это совершенно другое. Увы поработать. Может быть, чуть-чуть побольше. Ну, конечно, да. Конечно, да. Я вот у ребят хотела спросить, как бы, лицей, вот в моем понимании, я училась в обычной школе, в общеобразовательной, и, как бы, ну, в другом городе и не было лицея у меня. Но мне всегда казалось, что те, кто учатся в лицее, лицеисты, это вот какие-то особенные ребята. Когда вы общаетесь со сверстниками, они узнают, что вы из лицея. Как-то что-то меняется, к вам какое-то отношение, может, какие-то вопросы. Может быть, вы сами себя как-то уже ощущаете немножко по-другому. Эдуард, вот у тебя как? Вот ты лицеист. Ну, разница, конечно, есть между лицеем и школой. Ну, во-первых, конференции, олимпиады, какие есть, мы во всех стараемся участвовать. И всероссийский уровень. Все в себе в копилочку, как говорят. Ну, конечно. В портфолио. Да. Ну, потом, как я говорил, дополнительные занятия тоже много стоят. Волонтерские различные акции, мы тоже везде участвуем. А как же на все времени-то хватает? Ну, пытаемся как-то. Мне кажется, чем больше, наверное, загрузка, тем лучше график как-то организован. Четко становится. Четко все так. Лизавета, у тебя вот кроме науки какие-то творческие направления в твоей жизни есть? Безусловно, лицея — это не только научная деятельность, это особый дух. И это сразу чувствуется. У нас есть ученическое самоуправление, которое очень развито. Я являюсь председателем совета лицея, и мы всегда занимаемся досугом лицейских ребят. То есть мы сами заинтересованы в том, чтобы делать какие-то мероприятия. Тот же салют. Многие конкурсы. Мы помогаем учителям устраивать их, делаем праздничные соревнования. Ну, праздник для себя, конечно. И у нас очень развита эта командность. И наша команда классики жанра — это в конкурсах интеллектуальных, рудитах участвует постоянно, ежегодно, и каждый раз успешно. Мы в этом году заняли второе место в областной игре «Интеллект-63» среди студентов и школьников. Среди студентов и школьников. Ну, студенты, конечно, шли отдельно от нас, но все-таки она и среди них проводилась. И вот этот командный дух всегда ощущается. Это нас как-то объединяет. — Понятно. Ну, и еще плюс тот самый праздник, День лицеиста, который наверняка вы тоже масштабно отмечаете. У нас есть фотографии, которые вы также подготовили к эфиру. Жизнь школьная, лицейная, очень интересная, насыщенная. Не только учебой, но и вот, пожалуйста, кто может рассказать, что мы видим на фото? Здесь какие-то спортсоревнования, так понимаю. Это где? — Это спортзал. Это явно спортзал. А вот что это? Это, по-моему, выпускники. — Это выпускной. — Да, это выпускной. Это, скорее всего, последний звонок, наверное. Я вот не вижу лица. — Тут зажигают ребята. — Это прошлогодний выпускной. — Вот, пожалуйста. — Хэллоуин у нас. — Нет, Хэллоуин. — Хэллоуин, Хэллоуин. — Стыковы вырезанные. — Ну, это выезд на природу, явно. — Ну, вот если говорить о ваших классах, ребят, сколько у вас человек в классе? — Ну, максимум 30. — 30, да. Больше мы не помещаемся. — Ну, вот если говорить про здание, нравится ли вам там? Что такого интересного? Там есть, кто не был? Наверное, какие-нибудь лестницы необычные. — У нас есть, да, у нас красиво очень заходишь, сразу большая лестница такая. — Парадная? — Парадная. Ну, это очень красивое здание, оно старинное, оно пропитано этим духом учебы. Высокие стены. — Потолки. Ну, то есть, красивое здание. — Наверное, и хочется как-то наряжаться, особенно. У вас какая-то определенная форма есть или свобода? — Форма есть. — Форма, да? — Нет, это очень строго у нас. — Это дисциплинирует, точно, конечно. В принципе, я смотрю, вы выезжаете на природу, проводите какие-то объединяющие, да, мероприятия, на сплочение духа и так далее. То есть, все участвуют и большие, и маленькие. А вот если касаемо Олимпиад, например, каких-то подготовка к ним, она же тоже требует особых усилий. Библиотеки какие-то, базы, вот это, лаборатории есть ли у вас на территории? Расскажите немножко, что вы там можете подготовиться, что там есть у вас интересного? — Ну, конечно, это все присутствует. Если это касается, например, биологии, то мы специально сидим с учителем много часов, тренируемся, делаем всякие различные задания, тесты прошлогодние, новые. То есть, это все, конечно, без подготовки никак. И химия у нас есть, все возможности для проведения опытов. И на уроках, кстати, у нас тоже предоставляют, да. — Ну, еще плюс ко всему, не забудьте, что мы, соответственно, используем ее базу медуниверситета и государственного университета. — Ну, вот это, конечно, для меня прям удивительно. — Да, потому что у нас достаточно тесное сотрудничество и долголетние, и мы приглашаем вузовских преподавателей для этой работы, они помогают ребятам. Потому что какие-то вещи, конечно же, мы просто не в состоянии, у нас база не позволяет. А высшие школы в этом плане нам возможности предоставляют, потому что мы очень давно-давно с ними сотрудничаем. Плодотворно причем. — Да, вы сказали, что ваша цель — это чтобы каждый выпускник нашел свое призвание, нашел свою профессию. Вы следите за их судьбой, они приходят к вам, общаются как-то, да, с вами. Есть ли у вас какие-то там встречи, да, что к ребятам, к нынешним приходят, например? — Ну, я могу сказать, вот в прошлом году мы такое провели, масштабный, я не знаю, там, очень-очень серьезно подготовленный вечер встречи с выпускниками. Мы собрали, ну, нам удалось, по крайней мере, собрать практически всех, за редким-редким исключением, практически всех выпускников за последние, по-моему, там, семь или восемь лет. — Представляю. — У нас было достаточно сложно. — Дружно как раз. — Нет, просто физически места не хватало для того, что всех вы видите, но пришли все, кто только мог, кто был в городе, кто был в России, вот, и было очень интересно с ними пообщаться, потому что большинство из них уже состоявшиеся люди, это и работники здравоохранения, или, по крайней мере, те, кто так или иначе связан с этой профессией. Вот основная масса все-таки были вот по нашему направлению. — То есть, получается, так встретились все, поделились — Ну, по крайней мере, да, у нас контакты с ребятами не заканчиваются, окончанием лицея это продолжается, это они между собой общаются. Ну, кто-то замуж выходит, кто-то женится. — Ну, это все личная жизнь, которая, надеюсь, и у вас, ребят, сложится тоже удачно. Хочу, наверное, немножко резюмировать для родителей, для всех тех, кто нас сейчас внимательно смотрел, слушал. Лицеи принимает учащихся с пятого класса. Уже с первого июня начнется прием, собеседование, какие-то конкурсные, конкурсный отбор, как я запомнила, два с половиной человека на место. — Ну, в этом году я пока не могу сказать, я еще не знаю. — Это было в прошлом году. — Ну, это в прошлом. — Да, но все равно об этом стоит тоже знать и задуматься. Принимаются учащиеся по наличии мест после девятого класса. — Также ребята после десятого класса проходят практику в медуниверситете. — Ну, это профориентационная практика, но они, по крайней мере, полноценные участники того, что происходит. — То есть их пускают. — Операцию они, конечно, не делают, уколы тоже, но при всем при том... — Дух, как говорится, да. — Они должны посмотреть, как это работает изнутри, потому что... — И понять для себя. — Ну, врачебная ошибка — это вообще дорогое, я бы сказал. — Конечно. — И если это связано с выбором профессии, то вот Лиза правильно сказала, если это не твое, лучше туда не идти. Но мы стараемся это сделать пораньше, чтобы, скажем так, человек, обучаясь на втором-третьем курсе вуза, вдруг начинает понимать, что он не туда пришел. Ну, это, в общем-то, чревато. — Ну что ж, мы сегодня очень интересно поговорили о лицее классическом. Заходите, я думаю, и на сайт, и звоните по телефону, на все вопросы ответят педагоги, специалисты. Я же говорю большое спасибо нашим гостям. Но вам, друзья, искренне желаю определиться уже, куда же вашего ребенка отдать учиться. И самое главное, чтобы этот выбор был обоюдным, и чтобы все в дальнейшем сложилось удачно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова